Добрый утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в пятницу, 29 ноября. Меня зовут, наконец, Александр, и сегодняшнюю торговую сессию мы с вами проведем вместе. Сегодня день благодарения, раннее закрытие по американским инструментам, но также, соответственно, сегодня есть множество другой интересной статистики, на которую мы сейчас с вами обратим внимание. В первую очередь, это отчет по потребительским расходам во Франции, отчет по инфляции, отчет по ВВП, но также по Швейцарии, что также нам будет с вами достаточно интересно посмотреть за тем, как реагирует швейцарская валюта, швейцарский франк на предстоящие события. Но данные по ВВП у нас здесь не сильно отличаются, годовые данные, по крайней мере. Да, у квартальных есть изменения. Квартальные данные по доходности, по росту экономики снижаются на 0,3%. Также сегодня выходит отчет по инфляции в целом еврозоне. Мы с вами в начале недели это обсуждали, что прогнозное значение сейчас выше предыдущих. Это говорит о том, что инфляция может опять-таки выйти за рамки целевого значения 2%. По прогнозам оно сейчас составляет 2,3%. Также сегодня выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли и в 13.30 по времени GMT блок статистики из Канады. Это данные по ВВП. Мы видим, что на текущий момент времени, если говорить про месячные данные, да, растут. Давайте будем наблюдать внимательно за тем, что происходит с годовыми и квартальными данными. Все-таки эта новость весьма важная, поэтому за канадской валютой, швейцарской валютой мы сегодня будем с вами очень внимательно следить. Что касается торгов, обратите внимание на ряд инструментов, которые сегодня торгуются в ограниченном режиме. Это касается американских акций, касается инструментов Comedities, металлов, ну, также сырья. ВТА и ВИК сегодня также торгуются в ограниченном режиме. Что у нас с вами происходит сейчас с индексом доллара? Индекс доллара у нас продолжает находиться сейчас в коррекции. Да, соответственно, цена не закрепилась на этой неделе выше отметки 107. Цена пробилась, протестировала отметку 108. 108 пока находится в коррекционной динамике, ждем окончания коррекционной динамики для того, чтобы возобновить наши лонговые идеи. То есть я думаю, что это уже будет в рамках следующей недели, потому что сегодня мы ждем, что цена приземлится к уровню поддержки текущего локального восходящего тренда, закрепится, отобьется и, соответственно, в рамках следующей недели мы уже будем рассматривать новые лонговые позиции. Что касается золота, здесь также на открытии сегодняшней торговой сессии, точнее, да, если говорить про сегодняшнюю торговую сессию, то здесь ничего особо не изменилось. В рамках текущей недели мы видели с вами достаточно скучное движение. Цена торговалась в рамках локального канала. Небольшой коридор. Да, понедельник и вторник у нас были самыми интересными дни в рамках текущей недели, а после этого началась у нас с вами консолидация. И с того периода времени, как мы с вами обсуждали, что лучшей стратегией здесь будет работать внутри дня, сейчас, соответственно, данный коридор, в рамках которого можно работать внутри дня, вырисовывается очень и очень четко. Вот вам верхняя граница поддержки, да, вот, соответственно, нижняя граница сопротивления. Идеальная точка для входа в шартовую позицию – это как раз-таки отбой от линии поддержки. Это примерно там, где цена находится в данный момент времени. Закрытие позиции около зоны сопротивления. А если цена пробивает зону сопротивления, то мы здесь с вами получаем сразу движение вниз к нашим целям, которые мы с вами прогнозировали ниже отметки 2600 долларов. Что касается остальных инструментов, давайте с вами посмотрим, что у нас с вами происходит с валютной парой доллар-канадский доллар. На текущий момент времени цена находится в коррекционной динамике на отметке 1.3993. Ну что ж, посмотрим, как сегодня данные по ВВП могут отразиться на текущем курсе. Если посмотреть в рамках технического анализа, что здесь следует отметить в первую очередь. В первую очередь, что сильно бросается в глаза – это индикатор сантимента, который на текущий момент времени находится на отметке 28. Всего 28% участников рынка находятся сейчас в ланговых позициях. Более 70% соответственно продают. Это говорит нам о том, что доллар-канадский доллар имеет все шансы к тому, чтобы продолжить новый рост с целями 1.41 и выше. 1.41.50 максимальное значение было 1.41.8. Что ж, ставим новые цели 1.42 с текущей отметки. Если мы с вами множеством времени говорили про нефть марки Brent в рамках текущей недели, здесь у нас с вами пока все-таки ситуация находится без изменений. Цена продолжает консолидироваться, пока без каких-то ярко выраженных трендов. Но здесь, как мы с вами ранее обсуждали, ждем, пока цена выйдет из этого канала. Это, наверное, будет самая такая простая торговая стратегия, когда мы уже с вами точно будем видеть, в каком направлении начало развиваться это движение. То есть просто заходить в позицию вместе с рынком. По S&P 500 у нас также цена торгуется на отметке 6 026 долларов. В рамках текущей недели мы с вами видели последние 4 дня, последние 5 дней. Цена находится в очень слабо волатильном канале. Если мы с вами посмотрим, что происходило в этот период времени в рамках всей недели, мы видим, что в целом здесь коридор оказался достаточно низковолатильным с отметки 5 977 до максимального значения 6 045 долларов. Мы видели движение в рамках всей текущей недели. Напомню то, что у нас с вами есть прогнозы от Банков Америка и JP Morgan о том, что S&P 500 в конце 2025 года имеет все шансы достигнуть отметки 6 500 и 6 600 долларов соответственно. Поэтому в рамках любой коррекционной динамики мы по S&P 500 имеем одну и ту же стратегию набирать лонговые позиции. Уважаемые третки, это были все наиболее важные события, которые будут сегодня. Вам желаю удачной торговли. Торгуйте, зарабатывайте вместе с Амаркетс. Вам желаю всего самого наилучшего.